В прошлый раз мы начали говорить об этом уникальном человеке, простом, но уникальном по причине того, что у этого простого человека была непростая вера. Вы знаете, когда читаешь об Абраме, мы вот даже с братом Сергеем на этой неделе немножко общались на эту тему, и он говорит, вот если иметь веру в Абрама, я больше веры не встречал в своей жизни. И действительно так, в Ветхом Завете Абрам представлен как герой веры. Весь израильский народ ориентируется на Абрама. И когда мы говорим о вере, мы должны понимать, что это не что-то такое, витающее в воздухе непонятное. Это решение человека поверить Богу и так действовать, как человек поверит. Вы знаете, что люди всегда действуют соответственно того, как они верят. Если они верят, что 121 маршрутка довезет их до Чекан, но садятся в 122, они никогда на Чекан и не приедут. Они поедут на вокзал или куда там дальше, на Ботанику уже найдут. Не знаю. Но они могут очень сильно верить. Вы понимаете, они могут говорить, я действительно верю, что оно так получится, но на самом деле, если человек поступает по-другому, значит он убежден, что 122 номер довезет его на Чеканы, больше убежден, чем 121 его довезет. И он может вам про вашу веру рассказать, что хотите. Яков говорит, что вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Покажи мне твою веру без твоих дел, а я тебе покажу мою веру из дел моих. Поэтому, когда мы говорим о верующих людях, когда мы говорим о вере человека, о доверии Богу, единственное, что можно увидеть, это решение и дела человека. И он поступает так, как он убежден. А убежден он только своей личной верой. Дело в том, что людям свойственно много говорить о своей вере, заявлять что-то, провозглашать, убеждать. Но дела громче слов. И дела всегда являются как зеркало. Вы знаете, я много вас могу убеждать в том, что я красивый человек. Но в это только моя жена верит пока. Но подойдя к зеркалу, я могу очень сильно, понимаете, разочароваться, потому что там правда. Наши дела отражают наше убеждение. Наши дела отражают то, что мы по-настоящему верим. Поэтому, когда мы говорим о вере, мы говорим о решении, мы говорим о жизни, мы говорим о тех поступках, словах, которые делает сам человек. Авраам назвал другом Божьим. Я бы хотел, чтобы вместо слова Авраам стояло имя Виктора. А вы тоже хотели, чтобы стояло имя Виктора. Не хотели бы, и это тоже, но мы бы хотели, чтобы там стояло наше имя, правда, чтобы Бог нас назвал своим другом. Это действительно очень высокое и почетное положение перед Господом. Быть другом Божьим. Оно не случилось спонтанно, оно не случилось, знаете, по, как в той сказке русской, по шучьему велению. Захотел, оно произошло. Это путь доверия Богу. Почитайте жизнь Авраама. Это путь постоянного возрастания. С какими-то искушениями, с какими-то, может быть, недочетами жизненными, но это путь постоянного доверия Богу. С ошибками, но покаянием и исправлением этих ошибок. Мы видим, что благодать Божия нашла Авраама и сопровождала его всю жизнь. Мы поговорили с вами о том, что Авраам был богобоязненный человек. Что несмотря на то, что он был одинокий, а он был одинок, несмотря на то, что ему пришлось много передвигаться, где бы он ни был, он везде ставил жертвенники, почитал Господа. Это был акт поклонения. Что бы с ним ни происходило, что бы ни случалось, Авраам всегда почитал Господа. Поэтому он называл другом Божиим. Не потому, что у него было что-то особенное, но потому, что у него было постоянное почтение Богу. Постоянное почтение Богу. У Авраама было очень много разных жизненных ситуаций. У Авраама было много передвижений, много людей встречались на его пути, как хороших, так и плохих, но он остается другом Божиим. Сегодня мы пройдем еще несколько важных моментов относительно его жизни. Давайте поговорим о благословениях Авраама. Для многих людей это очень такая любимая тема. Поговорить о благословениях. Как же все у него было хорошо. И люди, когда читают о благословениях Авраама, и когда думают об этом, они автоматически что думают? Было бы у меня так. Правильно или нет? Вот я бы хотел, чтобы у меня тоже так было. Друзья, чтобы иметь благословение Авраама, нужно иметь веру в Авраам. Так или нет? Ну как ты? Как ты мечтаешь иметь его благословение и иметь примерно хотя бы такой же веры? Это невозможно. Одно следует за другим. Чтобы иметь благословение Авраама, нужно быть хотя бы как Авраам был богобоязненным человеком. Нужно любить Господа. Хотя бы как Авраам. Господь, когда его призвал, он сказал такие слова. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое. Вот эти три благословения, они случились в жизни Авраама и в потомстве Авраама. Что-то Авраам увидел своими глазами, а что-то мы сегодня видим. Итак, несколько слов о благословениях Авраама. Во-первых, от Авраама произойдет благословенный народ. И вывел Бог его вон на улицу и сказал ему, посмотри на небо и посчитай звезды. Это то, чем любят заниматься дети, некоторые люди. Он говорит, посчитай, сосчитай звезды. Если ты можешь их посчитать. Скажите, реально посчитать звезды? Мы уже знаем, наука доказала, что их так много, что их невозможно сосчитать. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Подумайте, в это время у Авраама нету даже сына. Ни дочери, никого нет, нет детей. Он престарелый. Сара престарелая. Вроде бы уже она не может рожать. Ему много лет, ей много лет. И Бог говорит, посмотри, сколько у тебя будет потомков. Какая первая была бы мысль? Господи, не смейся надо мной. Как это вообще возможно? И вы знаете, Бог исполняет свое слово. Бог исполняет свое слово. Тогда, когда все считали, что эта пожилая пара не может родить ребенка, они родили ребенка. Бог до старости лет дает им такую радость в лице Исаака. И ничто не может остановить завет, который Бог заключил в Саврааме. Ничто не может остановить то благословение, которое Бог ему назначил. От тебя произойдет великий народ. И если мы берем по плоти, знаете, по крыльям, то действительно от Исаака происходит великий народ израильский. Сегодня евреев по всему миру раскидано от 15 до 20 миллионов. Никто не знает точное число и количество. Это много. Вы знаете, что почти все самые знаменитые ученые, почти, не все, но почти, это евреи. Все самые знаменитые актеры, музыканты, угадайте кто, тоже евреи. Почти все открыватели были евреи. Открывали какие-то там новые горизонты. Почти, не все, но почти все. Вы просто были, знаете, историю, почитать немножко науку, посмотреть. Это люди, прямые потомки Абрама. Даже после Второй мировой войны, знаете, когда нацистская Германия уничтожала евреев миллионами, говорят, что примерно от 5 до 6 миллионов они просто убили в концлагерях. Эти люди были замучены в газовых камерах и так далее. Эта нация не перестала существовать. Они не могут перестать существовать. Знаете почему? Потому что Бог определил им быть великим народом. И что бы мир ни делал, как бы мир ни пытался преследовать их, вы подумайте, на протяжении всей истории их постоянно пытаются уничтожить. Исаак преследует Исаака. После этого мы видим Лаван, Якова, да, Лаван его преследует. После этого мы видим, как, знаете, разные народы. Фараон пытается их уничтожить. Не может. Они идут по пути в землю обетованную, по дороге. Амаликитяне, амманитяне, все пытаются. Никто их не может уничтожить. Да, там какие-то потери. Не получается. Они заходят в землю обетованную. Куча языческих народов. Все пытаются их уничтожить. Никто не может это сделать. Приходит Табуха Доносор. Пытается их селить с лица земли. Не может это сделать. Никто не может это сделать. И никогда не сможет. Эта затея войны против Бога ни с кем не сработала. И Китлер со всей своей, знаете там, армией, со всеми своими возможностями. И не может их уничтожить. Арабские страны пытаются их уничтожить. И не могут. почитайте немножко историю шестидневная война 68 года страны вокруг израиля объединились со всем своим вооружением это молодая страна которая всего там 23 года и они все победили вы понимаете это нереально их уничтожить потому что бог их благословил бог их благословил сказал вы будете как песок как количество звезд на ней сегодня евреи контролируют все крупнейшие банки сша а значит и экономику всего мира это маленькое государство размером размером с молдову да у нас примерно одинаковая территория понимаете в молдове не могут не могут справиться с тем чтобы две копейки кто-то не украл ввп израиля 270 миллиардов в год если нас на нас на всех раздать и лучше не надо эта страна которая производит столько у нас земля в сто раз лучше вы знаете что молдова входит в количество 15 стран мира самым лучшим черноземом в Израиле это камни и песок и они выращивают столько продуктов что можно снабдить континент наверное все это потомки авраама бог их благословил бог их благословил потому что Авраам был богобоязненным человеком вы знаете написано что мы все имеем веру Авраама что мы все дети Авраама человек который поверил в Иисуса Христа он имеет веру Авраама его потомки могут быть благословенными если он богобоязненный человек и мы сейчас не говорим с вами о каких-то материальных вопросах мы говорим о том что нам нужно принять решение стать богобоязненным человеком у меня есть один друг который пришел к Господу уже достаточно сознательном возрасте и его жизнь до этого была знаете как в миру пьянки гулянки и так далее и тому подобное и он говорит такую фразу он говорит Витя я надеюсь что мое обращение к Богу навсегда изменило вот это вот знаете правление греха в моей семье и я надеюсь что все мои потомки уже будут иметь благословение и знаете имеют благословение они не евреи по плоти но по духу вера Авраама она есть всякий кто верит так как верит Авраам может иметь благословение от Господа есть те кто никогда не передаст своим детям благословение как бы ни старались сколько бы ни работали сколько бы ни трудились сколько бы ни потели знаете почему потому что они не богобоязненные люди называют себя верующими но такими не являются есть люди которые стараются годами но их поколение их потомки не благословлены потому что у них нет веры Авраама друзья нам не обязательно иметь столько сколько имел Авраама но надо иметь веру Авраама и в это в себе надо воспитывать надо Богу доверять только тогда можно иметь благословенное потомство вы знаете Давид когда-то написал такие слова не видел я праведника что оставленного Богом и потомков его стоящим на улице с протянутой рукой просящим хлебом как Бог вот некоторых так благословляет а меня не благословляет мои дети вот такие да потому что у тебя нет веры как у Авраама поэтому ты не можешь передать своим детям самого важного благословения дай им денег и они это все знаете ничего не останется потому что в твоей жизни все неправильно надо свою жизнь исправлять надо чтобы мы как родители научились жить верой Авраама и тогда нам не нужно переживать за наших детей Бог благословит наших потомков Бог благословит их сам иногда даже без нашего участия я знаю много таких семей знаете больших семей по семь по восемь детей и когда были в советские времена эти 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 мужи верой сидели в тюрьме за веру ни один из этих детей не ходит голодный и босый Бог их всех благословил почему потому что родители были благобоязвены потому что за веру нужно было постоять потому что нужно было принять решение и это начинается знаете не завтрашнего дня сегодняшнего дня благословенный народ от Авраама второе у него была благословенная жизнь хоть Авраам был странником но вы знаете он был благословенными на этой земле об Аврааме вот что написано и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом вам нравится то что видите и слышите я еще не видел человека который бы сказал ой как это ужасно как это это реально неплохо это хорошо и многие многие люди знаете они они цепляются за этот стих не потому что они хотят иметь веру как у Авраама но они хотят иметь богатство Авраама поэтому не имеют его я всем вот нам желаю всем нам чтобы у нас была и вера и его благословение и так далее но вы знаете слово Божие учит нас смотреть на жизнь человека не в какой-то момент а в перспективе его жизни как он жил как он доверял Богу не всегда так было не всегда так было Тимофей Тимофей простите Павел к Тимофею в первом послании Тимофей пишет такие такие слова что пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины которые думают что благочестие служит для прибытка удаляйся от таких некоторые люди думают знаете как они думают они думают я вот это хочу поэтому вот это вот эту вот веру она мне нужна чтобы получить вот это я пойду в церковь чтобы моя жизнь наладилась я буду делать вот это возьму на себя служение чтобы получить больше я найду себе христианского мужа или христианскую жену чтобы в жизни все наладилось и те люди которые думают что вера в Бога дает прибыль здесь на земле Бог говорит от таких вообще людей уходи я знаю таких людей знаете под именем Христа или на имени Христа они хотят просто заработать денег если вы поедете сегодня в Израиль вы много таких людей увидите то есть сама нация Христа как мессию вообще не признает они безбожники сегодня хоть они дети Абрама но на имени Христа делается треть бюджета всей страны туристы экскурсии продажи там всякой символики сувениров и так далее мы как-то с супругой ездили туда в Израиль вы знаете всякая экскурсия там экскурсоводы с Библией в руках цитируют и ветхие новые какой хотите завет только чтобы ты после этого зашел в магазин и оставил там пару сотен долларов за какую-то ну дребедей а они все получают процент с этого понимаете да вся система настроена так чтобы на имени Христа заработать денег но веры в Христа нет поэтому они под постоянным угнетением поэтому постоянно летят бомбы как с запада так и с востока поэтому ненавидимы всеми людьми потому что хотят на имени Христа заработать денег но Христу себя посвятить не желают и есть люди такие знаете и в христианских церквях к сожалению стану служителем чтоб дали хорошую зарплату слава Богу у нас эти зарплаты не платят подумайте об Аврааме Авраам никогда не искал богатств и Бог всегда ему давал их Господь говорит Аврааму упади из земли твоей от родства твоего из дома отца твоего в землю в которую я укажу тебе куда не знаю куда идти куда-то надо идти по дороге ухожу понимаете нужно было все оставить все оставить все оборвать и идти в путь вы знаете человек который который отправляется на дорогу вы когда-то путешествовали в своей жизни кто из вас заработал по дороге только если вы кого-то обобрали надеюсь такого не было но по дороге это растраты это всегда растраты это не когда человек думает куда-то поехать ну особенно если вы глава 7 вы считаете во что это вам выйдет правда вы не считаете о это же я сколько могу заработать по пути нет это расходы абраам поверил богу и он понял что это будет что расходы движение куда-то еще не знаю куда это расходы это всех кормить по дороге это идя если там какие-то животные были кто-то умирает по дороге это это но бог его постоянно благословляет он никогда не терпит нужды он не стоит с протянутой рукой он не сидит на социальных пособиях он не жалуется бог всегда о нем свое попечение и свою заботу несет это жизнь вера Богу и Бог не оставил ни одного кто последовал за Иисусом Христом когда-то один молодой юноша пришел к Христу и говорит что мне делать чтобы иметь жизнь вечную Иисус ему дает задание которое он не может исполнить он говорит классно хочешь иметь жизнь вечную есть вариант а иди домой там все что имеешь продай раздай нищим и за мной следуй это же вообще не обеспеченная старость это же вообще никаких гарантий вы понимаете да? ну Христус только этому юноше сказал но это был пример для всех для нас Христус сказал продай принеси мне и мы вместе будем путешествовать продай раздай вот эти вещи мне твои деньги не нужны я хлеб жизни я хлеб жизни я тебе с камня сделаю хлеб если хочешь самую вкусную булку в мире и Христус мог это сделать написано что когда народ израильский был в пустыне что Христус был камнем из которого Бог поил этот народ хочешь воды на хочешь хлеба на но нужно решение я пойду за Господом я пойду за Господом Авраам никогда не искал богатства Бог всегда давал Авраам не манипулировал ситуациями помните была ситуация с Лотом у них много уже там всего стадов и так далее их по сути начинают ссориться не могут поделить земли тут эти овцы тут те тут эти бараны там другие вот и вот они там начинают ссориться и Авраам встречается со своим племянником с Лотом говорит слушай надо что-то решать ну мы родственники конфликтовать не будем но подумайте он был взрослым человеком и он был его дядей он имел право выбора первой сказать Лот вот это моя территория я старший я о тебе заботился все эти годы а вот там твоя и разошлись но Авраам так не делает вы заметили он говорит Лоту выбирай ты что вообще движет таким человеком дать выбор вот этому молодому а себе оставить то что останется и вы знаете Лот выбирает Содом и Гоморру земли там где Иорданская Иорданская долина там где много воды там где зеленая травка Авраам говорит пойдешь налево я пойду направо пойдешь направо я пойду налево и Лот конечно пошел налево по жизни пошел налево и Аврааму достается пустыня камня понимаете это смеленное кроткое сердце человека которое имеет право но не пользуется этим правом и он не манипулирует этим он не говорит слушай у меня власть а ты как бы что останется вот и будь доволен как вы думаете кто остался в благословении Лот не мог бедняга выбраться потом из этого Содома и Гоморра чуть его там в месле не сделали своим хорошо Бог позаботился вышел оттуда голый и босый извините меня я так утрирую в одной рубахе даже сумку не успел собрать Авраам остался богатым человеком почему? хочешь так? хорошо пусть будет так потому что Бог все равно все решает человек временно думает что у него есть что-то но потом приходит огонь и серый все это съедает а о своих Господь позаботится в пустыне и на камнях и будут всегда сыты и всегда будут довольны и всегда будут благословенные он не манипулировал ситуацией друзья никогда не надо манипулировать нужно научиться доверяться Богу во всем Авраам не принимал никакой награды от нечестивцев помните был такой случай когда этот лот там и вот это Содом и Гаморра их там завоевали взяли в плен Авраам идет отвоевывает всех и так далее и тогда вот этот царь Содомский вот этот гомосексуалист говорит Аврааму ты не отдай людей а возьми себе денег возьми себе имение вот материальные вещи но Авраам сказал царю Содомскому я поднимаю мою руку к Богу я тебе клянусь прямо здесь владыке неба и земли перед ним поднимай руку что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил Авраама Аврааму не нужны были богатства и более того ему не нужно было чтобы нечестивцы его обогащали и благословляли знаете почему во первых у Авраама был Бог который о нем заботился и ему не нужно было чтобы вот этот гомик обеспечил его в этой жизни и это правда вы знаете ну у нас в жизни конечно мы почти не сталкиваемся с такими ситуациями но иногда нам кажется что нечестивый человек может нам что-то обеспечить хочешь иметь благословенную жизнь поступая как Авраам отказывайся от благословений нечестивых отказывайся от их благословений пусть лучше они и себе это заберут потому что Боже Боже все то что они забрали все сгорело до тла у Авраама был Бог вы знаете даже враги благословляли Авраама история вся вот эта с Авимилеком таким мелким царем и так далее когда он попросил Авраама уйти он взял и мелкого и крупного скота и рагофера быть дал Аврааму и возвратил ему жену его Сару и сказал вот земля моя перед тобой живи где тебе угодно и сказал Саре вот я дал брату твоему тысячи сиклей серебра вот тебе покрывало для очей перед всеми которые с тобой чтобы ты была перед всеми оправдана там неприятная ситуация появилась мы сейчас ее не обсуждаем но сам факт что даже те которые были врагами Аврааму Бог через них Авраама благословил понимаете Бог заботился об Аврааме человек был принципиальный не шел ни на какие там сделки с совестью и так далее и тому подобное и Бог о нем заботился несколько слов о нашей материальной жизни первое послание Петра 6 глава великое приобретение быть благочестивым и довольным вы подумайте Бог говорит что богатство богатство это не найденный вклад и не выигрыш мудрее и не наследство полученное каким-то путем богатство это быть человеком благочестивым благобоязненным и довольным вы знаете к концу дня сколько человеку нужно в конце концов яхта 2-3 квартира 2-3 мы понимаем что к концу дня подходя к концу дня мы бы прожили иногда поев меньше в 2 раза чем мы поели за этот день это правда ну это правда даже если мало поел все равно думаешь слушай мог бы и без еды даже великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир явно что ничего не можем вынести из него позиция такая что умирая надо умирать не имея ничего да мы всю жизнь приобретаем жить так чтобы другие благослови имея пропитание одежды будем довольны желающие обогащаться не впадают в искушение почему? потому что сильное желание потому что сильное желание и будет много искушений человек упадет в это искушение пойдет в сеть и во многие безрассудные вредные похоти которые погружают людей в бедствие сколько людей попали в проблемы только потому что они хотели быть богатыми только потому что они хотели что-то иметь больше чем не были довольны не благодарили господа корень всех зол с ребролюбия поэтому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорпиам ты же человек Божий ты же человек имеющий веру обратно ты же человек Божий убегая от свободы прикидывайте мир говорит беги за этим а Бог говорит тебе вообще в другое направление парень всем туда тебе туда убегай от этого преуспевай в правде в благочестии в вере в любви в терпении в кротости подвязайся к добрым подлинам веры борись за веру другими словами держись в вечной жизни которой ты и призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями есть наставление Божие которое мы не можем никак преуменьшить и это единственное что есть для верующих людей сердце сердце Абрама было привязано к Богу не к благословениям земным оно было привязано к Богу вы знаете даже когда пришел момент Исаака отдать и даже к этому его сердце не было привязано к чему сегодня привязано твое сердце каким благословением тебе нужна рука Божия или его лицо сможешь ли ты любить Бога который тебе не даст ничего в этой жизни только себя Абрам был тот который сказал мне Бога достаточно мне Бога достаточно Абрам имел благословенное имя его репутация это стало эталоном веры не только в иудаизме но и в христианстве и в мусульманстве ему даже мусульманство когда люди вспоминают об Абраме говорят хорошее восстановление есть определенные ассоциации вы знаете есть люди о которых с их именами связаны определенные хорошие ассоциации но мы знаем у тех людей с их именами связано в основном не вере в основном знаете все какое-то такое серенькое я так скажу как ты думаешь когда люди тебя вспоминают по имени в какой вере можно сказать что в виде голове происходит кто-то скажет и я да мне все равно что люди про меня скажут да важно что Господь да важно конечно спору нет спору нет и Абрам так тоже думал и Абрам тоже так думал но у тебя далеко не вера Абрама если с твоим именем ассоциировано все что хотите кроме того что человек богобоязненный горе такому человеку я знаю такие имена я знаю такие имена люди которые возможно годами сидят в церкви но их имя никогда не связано со словом благочестивый богобоязненный любящий Бога любящий что-то и кого-то да но так трудно сказать что эти люди любят Господа и они скажут а мне все равно что ты там думаешь конечно все равно тебе даже все равно что думает Бог в конце концов но я благодарю Бога что здесь сегодня много имен думая о которых вы знаете приходит на память слово богобоязнь это для ободрения для вас братья и сестры я бы хотел чтобы меня так запомнили хотя многие может запомнят это не так я не знаю великое благословенное имя получил Авраам Авраам был благословенным человеком но важно сказать несколько слов благословения которые пришли через Авраама другим людям благословения которые пришли через Авраама не ему а через него для других будешь ты в благословениях говорит Господь благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя Я прокляну, говорит Бог. И благословятся в Тебе все племена земные. Подумайте, все люди, которые соприкасались с Авраамом, были благословлены. Несколько примеров. Подумайте о его жене, Саре. Она же его жена. Но мы не видим, что Боже, эта женщина роптала на своего мужа. У нее была крепкая вера. Да. Но он так жил и так вел себя. И он таким был мужем, что он для нее был благословением. Мужья, подумайте, благословение ли вы для своих жен? Обеспечено и любимо. И даже, знаете, в пожилые годы любимо. Так что Исаак родился. Дай Бог нам такую репутацию. Лот. Племянник. Забота о нем. Несмотря на его неправильные выборы в жизни. Он его спасает из рабства. Потом ходатайствует за него. За его жизнь ходатайствует. Когда он в Содоме и Гаморе. И знаете, Бог выводит и лот оттуда. По ходатайству Авраама. Который мог бы сказать, слушай, гордиться, так ему и надо. Исаак. Жизнь Исаака, любимого сына. Жизнь Авраама для него стала благословением. Кто-то скажет, так женился нельзя, как женился Исаак. Я вам скажу, лучше так, чем как некоторые из вас. Или из нас. Или вообще как некоторые люди. Позаботился о том, чтобы у него была хорошая жена. Это благословение. Люди, которые соприкасались через Авраама, получали благословение. Подумайте об Измаиле и Агаре. Даже когда ей пришлось уйти, он ее не отпустил с пустыми руками. Понимаете? Он ее благословил. Он благословил своего сына Измаила. Он никогда плохо о них не говорил. Хотя это не был сын обетования. Он все сделал, чтобы когда они уйдут, они не умерли с голода. После этого написано, что у Авраама родилось больше сыновей. Читайте внимательно. От другой жены после старой. И написано, что пришло время, он им всем дал подарки и отправил подальше от Исаака. Он не сказал, ребята, давайте короче вещать. Он их всех благословил. Знаете, когда родители благословляют детей, не надо только устами. Благословите их, как полагается. Для этого нужно трудиться, работать и молиться, чтобы быть благословением. Не только я помолюсь за него. Помолиться хорошо. Попробуйте еще, кроме того, чтобы помолиться. Мехисидек получает 10%. Соприкасается с Авраамом на полчаса. И Авраам его благословляет. Хотя не должен был, но благословляет царя Салима. Даже нечестивые люди, такие как Содом и Камора, получили свободу благодаря Авраама. Он отвоевал их свободу, а не кто-то другой. Бог через Авраама благословил многих людей. Кого Бог через тебя благословил за твою, как в твою жизнь? Можем ли мы сказать, что Бог через меня постоянно благословляет людей? Я надеюсь, что да. Есть и другие примеры, к сожалению. Завет благословения для всех народов. Самым большим благословением, которым стал Авраам, это благословение Бога через завет, который он заключил с ним. Вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И ты не будешь более называться Авраамом, но будешь иметь имя Абра-а-а. Бог меняет даже его имя, для того, чтобы благословить других. Ибо я тебе сделаю отцом множества народов. Весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя. Авраам всего этого не увидел. Но Бог через него дал другим свою благодать. Но вот самое важное, что мы должны запомнить. Забудьте про деньги, овец баранов, лотов и так далее, и тому подобное. Вот это надо запомнить. И это в самом конце. Люди обычно запоминают то, что в самом конце. Бог через Авраама, через потомка Авраама, через Христа, благословил всех людей. Понимаете? На него был выбор. И через него приходит его потомок Христос. В израильском народе рождается Христос. Как это случилось? Но это история, которая записана в 22 главе. Авраам и Сара. Они ждали Исаака. Долгое время. 23 года. Бог говорит, родится Исаак, и они 23 года ждут. И пробуют. И не рождается никто. И потом рождается Исаак. Приходит радость. Приходит вот он, долгожданный сын. И вы знаете, 20 лет они радуются своему сыну. 20 лет. 20 лет радости. Вот сынишка, который прыгает. Вот Бог обещал, вот он растет, подросток, уже взрослый, молодой мужчина. Взрослый человек. С которым можно посидеть, в шахматы поиграть. Кавычка. Поговорить на серьезные темы. Про науку, про, не знаю, про веру в Бога. И Бог говорит Аврааму. 22 глава. После всех этих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал, но Аврааму. Он сказал, вот я. Два друга разговаривают. Бог и Авраам. Бог сказал, возьми сына твоего. Единственного твоего. Которого ты любишь, Исаака. И пойди в землю моря. И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Вот реакция Авраама. Авраам встал рано утром. Оседлал посла с ним. Взял с собой двоих из отроков своих. И Исаака сына своего. Наколол тропы все сожжения. Встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Вот это пик веры Авраама. Больше, большего вы не можете требовать. А большего и вам нельзя отдать. Когда Бог самое дорогое говорит. Когда Бог говорит, оторветь себя самое дорогое и отдай мне. И отдай мне. И воля, и разум, и эмоции Авраама. Все было подвержено определенному тесту. Бог его проверял. На третий день Авраам написано. Возвел отчество и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим. Вы останьтесь здесь со слом. А я с сыном пойдем туда. И посмотрите, что он говорит. И поклонимся. Сынок, мы идем поклониться Богу. Это был акт поклонения. Это был акт признания Бога. Это был акт веры. Что самое дорогое, что ты мне дал Бог, оно твое. И я тебе это отдам, потому что ты дороже, чем самое дорогое. Ты дороже. По-другому надо было бы принести Бога в жертву ради Исаака. Если бы Исаак был дороже. Но он говорит. Ты, Господи, ты, Господи, для меня дороже всего. И мы поклонимся. И посмотрите, он говорит. И возвратимся. Возвратимся к вам. Такая вера, такая надежда. И взял Авраам. Здоровая декса сожжение. Возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож. И пошли оба вместе. Такая картина. Вы знаете, эти вещи ты не можешь понять, пока ты не становишься родителем. Невозможно понять, пока ты не стал отцом либо матерью. Правда, брат Сергей? Как? Своего сына? Как? Что это за Бог такой? Это Бог, за которым Авраам следовал всю свою жизнь. Это Бог, который сдержал обещания. Всегда. Это Бог, который говорит о себе. Я хлеб жизни. Верующий в меня, даже если умрет. Воскресенье. Не проблема. Вот такой Бог. Он за такого Бога верил и доверялся ему. Трудно все это понять. Но посмотрите, книга Евреям 11 глава очень четко объясняет, что Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. Хотя мы знаем, что это не случилось, но мы знаем, что в своем сердце он уже это сделал. Имея обетование, он принес единородного, о котором было сказано, Висаки налечется тебе семя. Тот, который должен продлить род, его надо отдать Богу. Ибо он думал, вот что думал Авраам, что Бог силен и из мертвых воскресенья. Почему и получил его в предзнаменовании, как свидетельство, что именно Бог вот такой. Бог, любящий Бог. Вы знаете, Бог проверяет веру людей. Бог нашу веру проверяет. Дороже ли Он для нас всего остального? Или мы зацепились за эти благословения и никак не можем, знаете, эти руки разжать? Ты, Господь, ожидал, я так долго ждал, уже мы так наслаждаемся, уже сын растет, и Бог говорит, мне его отдай. Любимого единственного. А как через него произойдет потомство? Вы сами не могли его даже зачать, без меня, говорит Господь. Вы думаете, вы сможете его сохранить без меня? Отпусти и увидишь. Вот тот, кто не может отпустить, никогда ничего не видит. Тот, кто отпустил, тот поверил. Скорее всего, Авраам просто себе сказал, Господи, я не знаю, как это будет, но это не моя проблема. Я не знаю, как это будет, но это не моя проблема. Я просто останусь верным. Я буду послушным до конца. Ты даешь жизнь, ты ее забираешь. Все равно все в твоих руках. Все равно все в руках Божьей. И начал Исаак говорить Аврааму, 22 глава, отсутствие ему, и сказал, отец мой. Он говорит, вот я сын мой. Это они поднимаются в гору. Он сказал, вот огонь ты несешь. Я дрова на сверие спине несу. А где жадность для всесожжения? Представьте, ваш ребенок такой вас спрашивает. Что вы ему скажете? Авраам сказал, Бог усмотрит себя, ансов, для всесожжения сына. И шли оба дальше вместе. Представляете себе, какая вера. Позаботиться. Ты не волнуйся. Я уже отпустил. Он уже расстался со своим сыном. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник. Разложил дрова. Связал сына с его усаком. И положил его на жертвенник поверх дров. Наша бы рука не тропнула. Или тропнула. Его рука не тропнула. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколол сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. И он сказал, вот я. Не поднимай руки твоей наутракой. Не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, на что Бог не знал. И теперь я знаю, что ты боишься Бога. И не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Говорит, что ты боишься Бога, и это тебе ничего не стоит, ты его еще не боишься. Но Бог даст возможность, чтобы ты показал, боишься ли ты Господа. Любишь ли ты его больше всего. И возвел Авраам очи свои. И увидел, вот позади овень, который запутался в чаще рогами своими. И Авраам пошел, взял овна, принес его во все сожжения вместо сына своего. И нарек имя место тому Авраам. Иегова Ира. Что значит, на горе Иеговы усмотрится. Бог, который позаботится. Интересно, что исторически, гора Мариал, там где все это произошло, и есть гора, на которой изначально стоял храм Соломона. Где потом был поставлен жертвенник. Где приносилась жертва за грех людей. Позже, исторически, царь Вавилонский разрушил Иерусалим, и этот храм, и этот жертвенник. Но мы знаем, что на горе Голгофа был жертвенник. Крест Голгофа, на который был возложен Сын Божий. За наш грех. Между Исааком и Иисусом Христом очень много одинакового. Оба были рождены чудесным образом. Оба принесли радость отцу. Оба родились в определенное время. Они оба были преследуемы своими братьями или своим братом. Измаил уже притеснял Исаака. Они оба были послушны до смерти. Вы знаете, два человека шли с Исааком, а Христос был распят между двумя разбойниками. Исаак нес на себе дрова, Христос нес на себе крест Голгофы. И так же, как Исаак спрашивал отца, и Иисус спросил своего отца, для чего ты оставил меня? И знаете, после всех событий Авраам находит своему сыну невесту, так же, как отец находит своему сыну невесту, Церковь Божию. Все, кто имеют Авраама и поверил в Иисуса Христа. Тысячи лет спустя, жизнь Авраама остается для нас большим свидетельством о том, какую нужно иметь веру. О том, как нужно Богу доверять. О том, как надо жить по-настоящему. Обстоятельства и мир поменялись. Но вера не меняется никогда. Написано, что Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас всех, как с Ним не даруют нам и всего. Все хотят всего. Мало кто хочет Сына. Друзья, Господь дал нам примеры веры Авраама. Давайте мы будем следовать этому примеру. Другой путь. Это другой путь. Это путь неверия. Давайте попробуем стать людьми богобоязненными. Понимая Божью благодать в нашей жизни. Давайте мы попробуем, знаете, передать благословение другим людям. Еврейское слово плотник, Христос был плотником, еще переводится как проводник. Все, кто соприкасались с Христом, получили благословение. Все, кто соприкасались с Авраамом, получили благословение. Это возможно только если у нас есть вера Авраама. По-другому люди, соприкасаясь с нами, получат проклятие, а не благословение. Давайте мы будем иметь веру в Христа. Вы знаете, если Бог остановил тогда Авраама, тогда Христос умирал на кресте Голгофа, на этом жертвеннике, Бог не остановил нож за наш грех. И никто вместо него не взял на себя проклятие нашего греха. В нашем сердце должен быть отклик веры, доверие Богу, покаяние, постоянное покаяние, постоянное сожаление о своем грехе и постоянная радость о прощении, которое Бог дает. Это единственный путь. Пусть Бог нас благословит иметь именно такую веру. Аминь. Помолимся Господа.